Люберецкие ученики показали высокий результат на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Именно эти ребята входят в Олимпийскую сборную и защищают честь Московской области. С призерами, победителями и наставниками встретился глава городского округа Владимир Волков. Подробнее расскажет наш корреспондент. Всероссийская Олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам. В соревновании 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и федеральный. Открывая встречу, глава Владимир Волков поздравил руководителей образовательных учреждений, педагогов и ребят с высокими результатами. В первую очередь, конечно, нужно вспомнить и сказать слова благодарности своим педагогам, учителям, которые вложили знания, которые сделали из вас тех умных ребят, которыми вы на сегодняшний день являетесь. За что низкий поклон, так как наставничество, передача опыта, передача тех знаний, которыми обладает сам учитель. И вложение их в такую благодатную среду – это очень здорово. Степан Воронов из гимназии номер 16 стал победителем Всероссийской Олимпиады школьников по технологии. Свой проект начал разрабатывать два года назад. Он изобрел универсального робота-манипулятора, который позволяет возмещать нехватку рабочей силы в производстве. Перевышение довольно актуальное в текущей экономической ситуации в России. Потому что рабочая сила сейчас находится в дефиците, и такие устройства как никогда актуальны. Представляет из себя такую роботизированную руку человеческую, аналог, которая в различных условиях мелкосерийного производства может перестраиваться под новый тип производимых товаров. Для достижения высоких результатов на Олимпиаде работает опытная команда педагогов городского округа. Среди них Алексей Воронов. Он преподает технологии в гимназии номер 16. В этом году под его руководством призерами и победителями стали семь учеников. Я вообще в Олимпиадном движении с 2014 года. И за это время, это фактически 10 лет, за это время выработана целая система, работая с детьми, пошагово. То есть это фактически та же технология. Технология воспитания и обучения победителей и призеров заключительного этапа. Да, мы готовим их к тестам, да, обсуждаем вместе с ними проекты, да, то есть как бы помогаем им. Всего от городского округа победителями стали два, а призерами 13 человек. Теперь они могут поступить в любой государственный вуз вне конкурса и без вступительных экзаменов. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.